Всем привет! Вы смотрите канал Взял и Поехал, и мы находимся в Швейцарии, в городе Ньон. Субтитры подогнал «Симон» Ньон, как и многие швейцарские города, может гордиться насыщенной тысячелетней историей. Еще до нашей эры свою колонию в этих краях основал сам Юлий Цезарь. В средние века в местном замке была резиденция Савойской династии. В 18-м столетии в Ньоне производили уникальный фарфор, а уже в 19-м город стал полноценным курортом швейцарской ривьеры. Белый замок – главная достопримечательность города. Он величественно возвышается над Ньоном и прекрасно вписывается в здешний пейзаж, собранный из могучих альпийских гор, зеленых лугов и озера Лемон, которое по праву называют Женевским морем. Долгие века замок ютил в своих стенах совойских королевских особ и впоследствии швейцарскую администрацию. Сейчас же здесь оборудован музей истории и фарфора, который был известен по всей Европе за свою тонкость и прозрачность. Вход в музей – 8 франков, несовершеннолетним бесплатно. Но мы приехали в Ньон из Женевы не ради Белого замка, а для того, чтобы побывать в штаб-квартире УЕФА. Давняя мечта футбольных фанатов свершилась, но спустя минут 15 жесткая охрана вежливо выпроводила нас, объяснив, что такой большой камерой снимать этот частный объект нельзя. Вообще швейцарцам надо отдать должное. Весь мир тратит на спорт огромные деньги, в то время как здесь спорт превратили в мощную индустрию с миллиардными доходами. Находящийся неподалеку швейцарский город Лозанна даже называют штаб-квартирой штаб-квартир. Этот же город – мировая олимпийская столица. Всего же в Швейцарии базируются около сотни международных спортивных организаций с миллиардами в бюджете. Главные из них – это Олимпийский комитет, ФИФА и УЕФА. Все это приносит колоссальные доходы в местную казну. Ньон – городок небольшой, и одного дня будет достаточно, чтобы увидеть все, что здесь есть. Прогуливаясь по мощенным улочкам, можно наткнуться на ряд интересных мест, таких как когда-то покрытая виноградниками площадь Пляспер-Тамп, каштановый сквер, в котором установлены найденные 60 лет назад римские колонны, замковая площадь, построенная на месте сноса старого театра. Стоит заскочить и на эспланаду Юлия Цезаря, где попытались воссоздать дух Древнего Рима. Вход в Римский музей, как и в музей Женевского озера, обойдется в 8 франков. Почему мы сюда приехали? Да потому что именно здесь находится штаб-квартира УЕФА Европейской Ассоциации Футбола. Здесь, в штаб-квартире УЕФА, проводятся все жеребьевки турниров, которые проходят под эгидой этой организации. Сам городок Нью-Он очень небольшой, его население всего 16 тысяч человек, но он имеет очень богатую историю, так как он основан еще Юлием Цезарем где-то за 50 лет до рождения Иисуса Христа. Несмотря на то, что он совсем мал, славится он не только резиденцией УЕФА. Здесь также проходят известные музыкальные и кинофестивали. Нью-Он расположен на берегу Женевского озера, между Женевой и Лозанной. В принципе, он не так далеко от этих двух крутых больших городов, и это дает ему хороший толчок к развитию. На этом все по Ньону, ребята. Подписывайтесь на канал, у нас много будет сюжетов из этих мест. Вам всего хорошего, путешествуйте по Швейцарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok